На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме «Капернаум». Я прошу тебя, мама, не выгоняй меня! Давай, давай, иди, Сахар. Зейну всего 12 лет, но его уже отправили в тюрьму для несовершеннолетних на 5 лет за то, что он ударил ножом человека. В тюрьме Зейн увидел передачу по ТВ про насилие в отношении детей и подростков. Он позвонил ведущему, чтобы заявить, что хочет подать в суд на своих родителей. Это показывали в прямом эфире. Зейну выделили адвоката, организовали судебное заседание, куда вызвали отца и мать мальчика. Судья решил разобраться, в чем причина такого необычного разбирательства. И Зейн все рассказал. В их семье много детей. Точного количества Зейн даже не знает. И ни на кого нет документов. По бумагам эти дети просто не существуют. Мать отправляет Зейна в аптеку, чтобы он купил по поддельному рецепту тромодол. Дети измельчают таблетки в порошок, смешивают с водой, затем вымачивают в растворе одежду и переправляют брату в тюрьму. Заключенные добывают из одежды тромодол и продают его. Сильнее всего Зейн привязан к своей сестренке Сахар. Она младше его на год. Они вместе зарабатывают деньги для семьи, продавая овощи и соки на улицах. Также Зейн подрабатывает в магазине «Осада», который положил глаз на Сахар. Он передает девочке разные вкусности, но мальчик их выбрасывает. Однажды утром Зейн видит в спальном месте Сахар кровь. Он понимает, что его сестра становится женщиной. А значит, ее скоро отдадут «Осаду». Когда они торговали на улице, Зейн снова заметил кровь у сестры. Он отвел ее в туалет, чтобы постирать ее шорты и нижнее белье. Потом он своровал в магазине «Осада» прокладки и отдал девочке. Он просит ее никому об этом не рассказывать, иначе Сахар отдадут «Осаду». Родители собираются отправить Зейна в школу, ведь тогда им выдадут на него одежду и еду. Чтобы не обижать «Осада», они хотят договориться с ним, чтобы мальчик работал в магазине после школы. В один из дней, вернувшись домой, Зейн увидел в гостях «Осада» со своим отцом. Сахар была накрашена и наряжена как кукла. Зейн понимает, что его любимую сестренку скоро отдадут замуж за взрослого мужчину. Он решает действовать. Он ворует в магазине «Осада» продукты, узнает насчет стоимости билета, собирает вещи и идет за Сахар. Однако Ту уже подготовили к выдаче замуж. Ее собрали и отправили будущему мужу. Зейн как мог боролся за сестру, но родители оказались сильнее. Они силой утащили девочку «Осаду». Выдав ее замуж, они смогут сохранить жилье и добрые отношения с «Осадом». В этот день Зейн сбежал из дома. Он ехал на автобусе, пока к нему не подсел старик в костюме человека-таракана. Этот старик был зазывалой на аттракционы. Когда он вышел из автобуса, Зейн увидел карусели и вышел следом. Тут он провел остатки дня и всю ночь. Утром его заметила из окна уборщица, которую зовут Рахиль. Зейну нечего было есть, поэтому Рахиль покормила его. Она представилась ему другим именем, так как живет в стране нелегально, по чужим документам. Зейн сказал, что ищет работу, но Рахиль не могла ему в этом помочь. Тогда он пошел бродить по району, предлагая свои услуги, но мальчишку никто не хотел к себе брать. Рахиль тоже было не сладко. У нее есть маленький сын Йонас, и ей приходится таскать его с собой. Она живет в лачуге на окраине, и сынишку ей оставить не с кем. Вечером Зейн находит Рахиль и просит у нее немного еды. Сжалившись, девушка берет его с собой. Дома она моет и кормит Зейна. Утром Рахиль откачивает грудное молоко для Йонаса, а сама собирается на работу. Она просит Зейна присмотреть за сыном. И мальчишка справляется, ведь у него было много братьев и сестер. На работе Рахиль рассказывает подруге, что ей нужен новый вид на жительство. А получить его можно только через Аспро, торговца на рынке, который приторговывает поддельными документами. Для этого надо полторы тысячи долларов. Однако подруга говорит, что Аспро делал ей документы за 900 долларов. Домой Рахиль приходит уже затемно. Она приносит с работы недоеденный торт и свечку, чтобы устроить небольшой праздник. Зейн и Йонас спят вдвоем в надувной ванночке. На следующий день Рахиль идет к Аспро, чтобы договориться о документах за 900 долларов. Но он говорит, что для нее цена полторы тысячи. У Рахиль нет таких денег. И Аспро предлагает отдать ему сына. Мужчина обещает пристроить его в богатую семью, где он будет жить счастливо. Он дает ей отсрочку в несколько дней. Затем она может приходить либо с деньгами, либо с ребенком. Рахиль обходит всех своих работодателей в поисках лишних денег. Однако все они отказывают. Тогда она обращается к отцу Йонаса. Он работает у мадам, где раньше работала и Рахиль. Мужчина крадет для нее удостоверение мадам, чтобы Рахиль смогла сменить поручителей и получить деньги. Новыми поручителями она просит быть работником парка аттракционов. Однако и эта затея проваливается. Тогда Рахиль продает свои волосы. Затем она уходит, чтобы позвонить матери и зайти на рынок Каспро и не возвращается. Просидев сутки с Йонасом, Зейн отправляется искать Рахиль. Он даже приходит к Каспро, но тот говорит, что не видел девушку. Зато он угощает его едой. Зейн присаживается перекусить и просит незнакомую девочку открыть ему бутылку с газировкой. Они знакомятся, начинают болтать. Девочка торгует на улице, как когда-то торговал сам Зейн. Рахиль не смогла вернуться, потому что ее арестовали из-за истекшего срока вида нажительства. Она оказалась в тюрьме. Зейну приходится ухаживать за Йонасом. На последние деньги он покупает детское питание. В доме нет воды, поэтому приходится разводить порошок со льдом, который Зейн нашел в морозильнике. По дороге домой мальчик крадет бутылочку с молоком у соседского ребенка, однако Йонас отказывается это пить. Зейн как умеет следит за сыном Рахиль. У соседских ребятишек он забирает скейт, чтобы возить Йонаса с собой. Он не может оставлять его одного. Он садит мальчугана в большую кастрюлю. Кастрюли поменьше цепляет по бокам и едет на рынок, чтобы продать посуду. Тут он встречает девочку, с которой познакомился несколько дней назад. Она рассказывает про гуманитарную помощь, которую выдают беженцам из Сирии, а также про поездку в Швецию. Аспро обещал отправить ее туда за 300 долларов. Зейн тоже загорается этой идеей. Однако прежде надо раздобыть еду. Он идет в пункт выдачи гуманитарной помощи и придумывает историю, будто он потерял свои документы. Тут он получает продукты. Затем Зейн откручивает металлический бак в хижине Рахиль и везет его на рынок, чтобы продать. Аспро покупает этот бак и говорит, что даст за Йонаса 500 долларов, если парнишка уговорит Рахиль. Но Зейн не намерен продавать мальчишку. Он забирает деньги за бак и идет мыться на автомойке. У Зейна сохранился рецепт на тромодол. С ним он идет в аптеку, чтобы купить таблетки. Дома он толчет их в порошок и смешивает с водой из речки. Эту смесь он продает на улицах. Что там? Я продаю тромодол. Ясно, а Виагра есть? У Зейна получается неплохо заработать. Еще немного и они с Йонасом смогут уехать в Швецию. Однако его планы рушатся, когда он приходит домой и видит на двери новый замок. Владелец этих халуп просто сдал жилище Рахиль другому человеку. А внутри были все деньги Зейна. Мальчик в отчаянии. Он пробует оставить Йонаса на улице, но не может. Он возвращается к малышу, забирает его и везет Каспро. Тот обещал пристроить Йонаса в хорошую семью. Обливаясь слезами, Зейн продает малыша. А Спроже просит его принести хоть какие-нибудь документы, чтобы он смог переправить Зейна в другую страну. Мальчишке приходится вернуться в дом родителей. Пока он ищет документы, приходит мать. Она носит траур. Отец Зейна говорит, что на него нет никаких документов. Он прогоняет его. Но мальчик замечает траур матери и начинает спрашивать, в чем дело. Оказалось, Сахар попала в больницу и умерла. Зейн хватает нож и бежит к осаду. Родители бегут следом, чтобы остановить его. Однако они не успевают. Зейн наносит несколько ударов ножом осаду. Его арестовывают и отправляют в тюрьму. Здесь его навещает мать. Она уже не носит траур, ведь она снова беременна. Зейн не может слышать, как мать рассуждает о том, что скоро появится замена Сахар. Он просто уходит. В этой же тюрьме ожидает своего приговора Рахиль. Когда она видит Зейна, у нее начинается истерика. Она боится за сына. Рахиль тоже привели на разбирательство. Здесь она узнала, что случилось с Йонасом. Она не винит Зейна, ведь он сделал, что мог. После нападения Зейна, осад остался жив. Когда его пригласили в суд для дачи показаний, он объяснил, как умерла Сахар. Девочка забеременела от него. Потом у нее началось кровотечение, и она умерла на пороге больницы. Осад, по его словам, даже не мог подумать, что девочке в 11 лет нельзя заводить ребенка, ведь другие рожают в этом возрасте. На суде Зейн заявил, что не в силах больше терпеть безответственное поведение взрослых по отношению к детям. Он хочет, чтобы суд запретил его родителям снова рожать. Он не хочет, чтобы его братья и сестры росли в таком аду, в котором пришлось расти ему. Выяснив, что случилось с Йонасом, Каспро отправили полицейских. Они арестовали мужчину. На складах они нашли десятки людей, и среди них был Йонас. Его вернули Рахиль. Вместе с сыном ее отправили обратно в Эфиопию. Зейн уже сделали, наконец, собственные документы. Когда его сфотографировали на паспорт, мальчишка впервые за долгое время улыбнулся. Чего ты хочешь от родителей? Пусть перестанут рожать детей. Заметки капитана. Весь актерский состав фильма состоял из непрофессиональных актеров. Съемочная команда просто ходила по улицам и задавала жителям вопросы про их жизнь. В итоге все набранные таким образом на роли люди соответствовали своим персонажам. Многие из них не умели читать и писать, а некоторые даже не знали своих имен и возраст. Мальчика, сыгравшего Зейна, звали также Зейн. И вроде как на момент съемок ему было 12 лет. Хотя он не был в этом уверен. Он был сирийским беженцем и нелегально работал, сколько себя помнил. Зейн, сколько тебе лет? Не знаю, спросите у них. Благодаря съемкам в Капернауме жизнь многих его участников серьезно изменилась в лучшую сторону. Например, Зейн с семьей переехал в Норвегию и сейчас учится в школе. Капернаум – это древний город, располагавшийся на северо-западном побережье Тивериадского моря в Израиле. Город упоминается в Новом Завете. Иисус Христос проповедовал в синагоге Капернаума и совершил в этом городе много чудес. Съемки фильма заняли 6 месяцев, а отснятого материала получилось на 500 часов. Больше года съемочная группа занималась монтажом, однако первая версия фильма получилась на 12 часов. После еще некоторого времени удалось урезать готовый материал до 2 часов. Это все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите больше подобных роликов. Субтитры сделал DimaTorzok